Как говорил Гамлет, персонаж одноименной трагедии величайшего трагика современности Лэся Подревьянского, итоги подведем. Все то, что случилось после гибели нашего самолета в Тегеране, является просто азбукой для птицы дятла, который вдруг решил перестать стучать головой в рельсу, а попытаться делать этой частью тела что-то другое, чем вот так стучать и есть в нее, например, хоть иногда думать. Ситуация – это простейший набор пазлов или конструктор лего. Кто-то может сказать, что для некоторых пациентов это слишком сложно, и я не стану с ними спорить, просто приходилось видеть упаковки с этими игрушками и наблюдать пометку возрастной категории. Но вот что было. Сеть взорвалась сообщениями о гибели самолета. Об этом пошли топ-новости основных информационных агентств мира. Там уже стали демонстрировать видео, которые комментировали пилоты и специалисты в области гражданской авиации. У нас глухо. Основной рупор нынешней группы Бени М, канал Г плюс Г, никак не мог выплюнуть изо рта Г. Оно и понятно. Там ничего не помешает крутить Лигу смеха, Квартал и прочее вторсырье. В общем, пресса вынуждена была выходить из запоя, ибо было уже стыдно. А власть, тем не менее, находилась в неизвестном месте и с неизвестной целью. В это время из посольства Украины в Иране пришло сообщение «Мотор поломался, мамой клянусь». А вслед за ним забожился на Кочета и их непосредственный шеф. Как только вроде устоялись во мнении о том, что двигатели нынче пошли уже не те, ломаются, понимаешь, направо и налево, пошла информация о том, что самолет сбила иранская система ПВО российского производства. Эту версию сразу и строго отбросили сам Иран, РФ и наши деятели, почему-то называющиеся властью. Когда об этом стали говорить первые и что называется официальные лица государств, две предыдущие стороны встали в мертвую позицию и стали что-то рассказывать про Зинку. А у нас вместо того, чтобы открывать криминальное производство и делать резкие заявления, робко так спросили не у иранцев, а у тех, кто рассказал о ЗРК сбившем самолет. Какие ваши доказательства? Еще раз, к Ирану вопросов не было, были вопросы к США и Канаде. И говорят, им привезли эти доказательства. В общем, получилась непонятка, вроде бы уже и печаль перед зеркалом получилось изобразить, а тут на тебе. А вторым ударом стало то, что Иран сам признался, что сбил самолет, в связи с чем потребовал от Украины ущерб за поломанные падающим самолетом деревья. Как и следовало ожидать на это беспрецедентное хамство, не ответил никто из тех, кто обязан был отреагировать мгновенно. Их языки оказались припаркованными к тому месту, где они обычно бывают в подобных случаях. Никаких заявлений, нот протеста и прочего не последовало. Но последовали сами протесты. Нет, не у нас. В Иране. Люди вышли на улицы с требованиями «Долой власть, которая нам врет». То есть иранцев возмутило то, что власть, которую они избрали и которой они верили, справила нужду им в глаза по поводу самолета и тем самым навлекла позор на всю страну. Возмутились и начали столкновения с полицией и стражами. Те открыли стрельбу и уже есть многочисленные жертвы. Волнения до сих пор не прекратились. А теперь еще раз. Вместо того, чтобы предъявить претензии загнивающему Западу, парохоботам, бабайке или еще кому-то, за ложь по сбитому украинскому самолету, иранцы жестко предъявили претензии собственному правительству. Врать не буду. Не знаю, каким процентом были избраны иранские аяталы, больше 73 или меньше, но они вышли на улицы, чувствуя собственную ответственность за ложь этих бородатых клоунов с простынями на головах. А у нас тишина в эфире. По этому поводу создается впечатление, что если бы Яни Лох взялся не за съемки фильма «Скоты», а за лепку скульптур по технологии якутского скульптора, то его творение у 73% пользовалось бы невыносимым гастрономическим успехом. По крайней мере, в отличие от иранцев, они приняли справление нужды им в глаза и уши спокойно и даже с легкой радостью и возбуждением. Так что, может действительно, стоит что-то им вылепить? Постскриптум. Уже после того, как предыдущая статья была опубликована, коллеги прислали нам ссылку на интервью секретаря РНБО Данилова. Еще раз подчеркну, до написания предыдущей статьи мы не знали об этом интервью, а ссылку получили только в ответ на нее. Более того, даже приведу цитату Данилова. Итак, все мы помним, что позорное заявление посольства Украины в Иране было первым из целой цепи таких же позорных действий. Тогда мы еще подумали, что если посол считает себя уж пусть непорядочным человеком, но хотя бы не посмешищем, он должен минимум подать в отставку. Уже речи о том, чтобы застрелиться, мы не вели. В нынешней власти таких нет в принципе. Но вот, как говорил группенфюрер Мюллер штандартенфюреру Штирлицу в известном сериале про супершпиона, все прояснилось. Оказывается, это была согласованная позиция СНБО и МИД. Понятно, что оманскому туристу было не до этих мелочей, но обе эти государственные структуры показали свой истинный калибр. Думаю, что в этом случае стоит привести цитату и даже ее не комментировать. Заявление посольства было санкционировано нами. Это было необходимое решение, чтобы наладить сотрудничество с иранскими властями, и мы понимали риски. Мы благодарны украинским дипломатам в Тегеране, которые действовали профессионально и качественно. Наши действия полностью соответствуют национальным интересам. Мы видим, что результаты нашей работы полезны для нашего государства. И за это я готов отвечать. С первой минуты, как был создан оперативный штаб, все работали как единая команда, но в некоторых ситуациях кто-то должен брать на себя репутационные риски. У каждого своя работа для достижения общего результата. Хотя нет, без комментариев тут не удержаться. Если кто не понял, оказывается, что Данилова, Пристайка и оманского туриста за уши или, возможно, за другие места, из позора вытащили не Трамп и Трюдо, которые в отличие от посольства и этих деятелей назвали истинную причину катастрофы, а они сами. И слаженная работа самого красавца Данилова и ему подобных, которые на самом деле уже практически взвалили вину на Украину. Вот это и есть справление нужды в глаза и уши 73%, но они радостно фыркают, пускают пузыри и демонстрируют прочие забавные шалости.